Что происходит в Украине, мы сейчас обсудим с Сергеем Грабским, украинским военным экспертом. Пане Сергею, приветствую вас. Приветствую вас, пан Эрман. Ну и наступление. Да, вроде такое как бы тишина, ничего вроде не происходит. Уже Юлия Латынина заявила о том, что, скорее всего, Залужный остановил наступление. Но я смотрю на карту и, скажем так, на российские какие-то паблики, а наступлений все больше и больше. Это и Авдеевка, это и Бахмутское направление, это и, соответственно, как это, Вермейский этот выступ в Великой Новоселке, и со стороны Орехова, и со стороны уже Днепра там что-то. То ли сегодня Пятихатку освободили, то ли нет, не подтверждается пока. Но вот количество вот этих вот горячих точек, наступлений, их все увеличивается и увеличивается. Что происходит, на ваш взгляд? Абсолютно правильно, я с вами полностью согласен. Именно это все вписывается в концепцию так называемого тихого наступления, которое на сегодняшний день ведут силы обороны Украины. Нужно понимать, что на сегодняшний день соотношение на фронте у нас примерно один к одному. То есть по количеству личного состава, по количеству вооружения и техники на важных участках. То есть не три к одному, как положено в учебниках, а один к одному? Именно, именно. И вот исходя из этого соотношения, вы сами понимаете, что проводить какие-то операции, согласно классической схеме наступательных операций, это просто безумие. Таким образом, на сегодняшний день Украина прощупывает, и вы очень четко подметили, различные места там, где мы можем проводить наступательные операции, и там, где противник просто не успевает подвести резервы. Если вы внимательно посмотрите на карту, вы увидите, что логистика противника очень сильно растянута, и для него каждый такой вызов, которым является удар силами батальона, не больше, потому что мы не говорим о каких-то бригадных действиях на сегодняшний день, на различных участках фронта, эти удары вынуждают его перетаскивать резервы туда. И мы должны понимать, что противник не имеет достаточного количества резервов. Мало того, на некоторых направлениях, в частности на южных направлениях, основные линии снабжения, основные линии перемещения, они находятся достаточно близко к линии фронта. Таким образом, мы вынуждаем противника реагировать, вводить в бой резервы, которые он имеет, а вот отвезти эти резервы достаточно сложно будет для противника. И таким образом мы притягиваем на различные участки фронта ту силу противника, которой он уже не сможет потом воспользоваться. И в зависимости от того, где сложатся наиболее благоприятные обстоятельства, ситуации, если можно так сказать, там и будет проводиться удар уже окончательный. То есть если на той неделе мы внимательно наблюдали как минимум за тремя направлениями, то есть Васильевка, Орехов и Великана Василка, то на сегодняшний день этих направлений становится больше. Уже сюда даже подтягиваются активные действия украинских сил обороны на Восточном фронте, где боевые действия не останавливались ни на секунду. Интенсивность этих боевых действий остается достаточно высокой. Поэтому все идет своим чередом, как говорится. Мы продолжаем расшатывать оборону противника. То есть, если хотите, это ситуация херсонской операции, только растянутая во времени, в пространстве и, соответственно, в масштабах. Ну то есть, получается, если добавить к этому еще мнение британской разведки о том, что российская Минобороны Герасимов уже ввели 90% стратегического запаса, а Украина в лучшем случае 25-30%, то как раз вот время на стороне Украины. Совершенно верно. Совершенно верно. И, сами понимаете, другого выбора у нас просто нет для того, чтобы нанести молниеносный удар. Поэтому мы продолжаем именно методично уничтожать объекты противника. Это касается не только линии фронта. Достаточно просто бегло пробежаться по тем целям, которые были поражены в течение последних, как говорится, 10 дней. И увидеть, что кроме расшатывания непосредственной линии обороны, мы расшатываем также систему логистики противника, наносим удары по его командным пунктам и по местам сосредоточения личного состава. Уничтожая, как говорится, даже те резервы и ресурсы противника, которые он еще не успел ввести в бой. Таким образом, несмотря на отсутствие каких-то движений, знаете, как бы для стороннего зрителя отсутствие каких-то перемещений, тем не менее, та незримая, но очень напряженная работа на линии фронта продолжается. Но это не значит, что этих ярких передвижений не будет. Судя по всему, вот как такое расшатывание, просто они замотаются бегать туда-сюда и рано или поздно где-нибудь прорвется. И вот тогда, наверное, пойдет и прорыв со стороны. Совершенно верно. Совершенно верно. Именно на это делается расчет. То есть на определенных направлениях необходимо сковать как можно большее количество сил противника, дабы не дать ему возможности переместиться на другие направления, там, где будет нанесен молниеносный удар. Например, сил и средств для нанесения удара достаточно. Сами понимаете, Украина пока не имеет достаточного количества авиации, поэтому мы должны быть очень осторожны и должны быть способны в очень короткое время сосредоточить на узком участке фронта достаточное количество сил, так чтобы они не подверглись удару противника. Вот именно с этим связано такое хаотичное действие по всей линии фронта. Можно ли это как-то называть вот той практикой тысячу укусов, которую раньше уже объявлялась со стороны Украины? Я бы сказал, это тысяча порезов. Тысяча порезов, да. Да, ослабляем противника для того, чтобы в нужный момент на эту ослабленную ткань нанести удар, чтобы она просто прорвалась, простите за такие метафоры, и нанести удар в том направлении, где он будет наиболее эффективным. Ну то есть сейчас вообще рано говорить о Бердянске, Мелитополе, Мариуполе или на востоке Бахмут, вообще рано говорить, куда что-то будет. Мы, может быть, даже в течение двух-трех недель об этом не узнаем. Мы будем везде, но действительно пока рано об этом говорить, пока осуществляется такое движение и такие действия по методичному уничтожению противника. Где будет наша основная победа, где наш основной удар, время покажет. Вы помните, что мы с вами говорили очень много о Мелитополе как ключевой позиции. Но на сегодняшний день, исходя из ситуации возле Великой Новоселки, мы можем говорить также о том, что и прорыв по направлению Великой Новоселки-Бердянск тоже может быть очень успешным действом и приведет к решению нашей главной задачи выхода на побережье Азовского моря. — Паня Сергеевна, еще тогда вопрос. Есть ли какая-то вероятность того, вот на эту версию, которую Латынина озвучила, ну уж извините, что обсуждаем это, что Залуженный просто остановил наступление и ждет F-16? — Нет. Вы знаете, я с этим не могу категорически согласиться, потому что ждет F-16, это значит ждать следующей весны, мы себе такого позволить не можем. Мы просто физически не можем себе это позволить. — Еще, очень громкие слова были, великий контрнаступ, было такое вот перегретое ожидание, и сейчас происходит вот то, что происходит, и понимая цифры, что соотношение один к одному, что нету F-16, что нету Атакамс, то есть говорить о том, что великое контрнаступление было ли, может быть, преждевременно немного? — Вы знаете, ну с военной точки зрения да, потому что мы как бы любим тишину, и как бы я всегда с раздражением, честно говоря, говорил о том, что мы уделяем слишком большое внимание, говоря о каких-то конкретных сроках, там о предположениях, направлениях, ударах и так далее. — Ну это, знаете, возможно, мое приземленное мнение как военного. — Но нужно понимать, что оно все-таки сыграло достаточно серьезную роль, такое перегревание ситуации, потому что оно было обращено не только на украинское общество, но и на российское общество. — И вот эти многочисленные удары, этот хаос, он привел к тому, что противник тоже достаточно измотан. Я как бы говорю о ситуации апатии на некоторых направлениях среди оккупантов, которые просто уже не понимают, откуда ждать, и они говорят, пусть уже что-то произойдет, потому что это невозможно постоянно находиться в таком напряжении. Мы получаем информацию из перехвата о том, что противник измотан, противник как бы сидит без откусков, что точно так же сказывается на морально-психологическом состоянии противника. Это элемент гибридной войны. Это, возможно, нечто новое, возможно, то, что я немножко не понимаю, исходя из своего практического опыта. Но это работает как бы, пока это работает, и мы посмотрим, кто был прав в этой ситуации. Мы как бы традиционалисты или те, что уже помоложе. То есть мы как СМИ немножечко разжигали это ожидание, разогревали, и мы, наверное, нам надо повиниться перед украинской аудиторией, кто симпатизирует украинцам. Но на самом деле надо понимать, что мы переразогрели и российскую сторону, которая вот сейчас, как вы говорите, может быть уже устала. Извиняться ни в коем случае не надо. Ну, понятно, это я так. Я понимаю, что это тоже был элемент игры, и опять же он сработал, потому что даже достаточно посмотреть на ту линию фронта, которая сложилась, и представьте себе, насколько противник на всех уровнях управления, от простого солдата до командования, не мог осознать, где же все-таки наносится удар. Кстати, если даже посмотреть на интенсивность тех обстрелов с использованием авиации, ракеты С-300 и С-400, которые осуществляются, противник не снижает этой интенсивности, пытаясь как бы упредить действия на всей протяженности линии фронта. От Харьковской области и до берега Днепра в районе Васильевки. Давайте тогда еще другую сторону, гипотетически обсудим. А есть ли вероятность того, что россияне удержат эту линию обороны? Что пусть они уставшие, пусть они уже вымотанные, пусть у них уже с логистикой большие проблемы. Но вот что они как бы перемогут именно на зубах, на костях удержатся, мясом закидают? Вы знаете, с одной стороны, конечно же, мы не можем это исключать, потому что противник как бы на сегодняшний день имеет порядка 400 тысяч личного состава вдоль всей этой линии фронта. И нужно осознавать, что с той стороны тоже не сидят какие-то сторонние наблюдатели. Мы наблюдаем постоянное наращивание боевых возможностей именно обороны. Они вгрызаются в землю, что может являться достаточно серьезным фактором по задержке наступающих войск. Там ни одна, ни две, там три линии обороны, если не больше на некоторых участках. Может ли это случиться теоретически? Ну, вполне возможно, если все-таки наше военное руководство примет решение не рисковать настолько или сопротивление будет настолько серьезным, что мы не сможем просто прорваться. Ни в коем случае мы не исключаем вероятность так называемого замораживания ситуации на тех участках, на которых мы наблюдаем сейчас противника. Ну, опять же, нужно понимать, что в перспективе это опять же действует на руку Украине, потому что противник вынужден будет размазывать свои силы и ресурсы, которых у них на сегодняшний день не очень много. И в ближайшее время они вряд ли смогут нарастить серьезно эту группировку на большую протяженность фронта. Украина продолжает получать достаточное количество вооружений и боевой техники, пока того спектра, о котором мы с вами говорили всегда, это наземная артиллерия, это бронированная техника. Ну и в таком случае, если ситуация будет складываться таким образом, что не сможем прорваться, да, есть вероятность, небольшая, но такая вероятность остается, это исключать нельзя, потому что мы не имеем права просто физически рисковать настолько своими людскими ресурсами. Потому что в случае неудачи, сами понимаете, ситуация будет очень и очень сложной. То есть, как плохое развитие ситуации, да, мы не исключаем, как один из вариантов, не исключаем хотя бы удержание тех позиций, на которых мы находимся сейчас, без серьезного продвижения вперед. Но это же как бы вот в этом наступлении, а когда F-16 подойдут, может быть, будет еще и третье наступление, контрнаступление, и там-то как раз по-другому все это пойдет. То, что с получением авиации ситуация однозначно и окончательно переломится в сторону Украины безоговорочно, в этом сомнений нет никаких. Опять же, F-16, если так сказать, они нам, ну условно F-16, мы говорим о иностранной, о западной военной технике, воздушной технике, они позволят нам уже более детально планировать операции на востоке, там, где без авиации говорить о каких-то реальных наступательных действиях, говорить будет очень и очень сложно. Поэтому, еще раз говорю, такая вероятность есть, пока мы такой вариант не рассматриваем, он просто как бы отрабатывается и держится в запасниках, как бы быть готовым удерживать те позиции, на которых мы закрепились, быть готовым как бы продолжать изматывание противника. Собственно, то, что сейчас происходит, мы тоже не можем сказать, будет оно продолжаться неделю, две недели, исходя из того количества сил и средств, которые сейчас, а, задействованы, и, б, те, которые имеют противник в своем распоряжении. Поэтому наблюдаем, пока наблюдаем и смотрим, но бои продолжаются, бои очень напряженные, знаете, самое страшное сейчас в городах, там, где я был, я много ездил по Украине в течение последней недели, это вой сирен, то есть, когда привозят раненых ребят с фронта. Пане Сергею, а вот я так понимаю, что сейчас примерно, как бы, три варианта можно рассматривать. Первый вариант, что чудом посыпятся россияне, и вот в ближайшие дни мы увидим победное введение стратегических запасов ЗСУ в бригад этих, и прорывы к Азовскому морю, вот, и перерезание Южного коридора. Второй вариант, в течение месяца тяжелые вот эти вот бои по всем направлениям, тихое наступление, и таки тоже прорыв, и выход на оперативный простор, и выход к Азовскому морю. Третий вариант, что удержали оборону в течение месяца полтора, и россияне, скажем так, эту компанию не проигрывают, вот эту часть компании. Вот эти три варианта, вот, на ваш взгляд, в процентном отношении, понимаю абсолютную натяжность этих цифр, но можно ли хоть как-то предположить, что вероятнее всего, на ваш взгляд? Я бы добавил сюда еще четвертый вариант, потому что мы его никогда не отбрасывали, давление на восточном направлении, потому что и те операции, которые проводились в Белгородской области, и попытки нашей, и наращивания усилий на восточном направлении, и на линии Сватова-Старобельска, они тоже являются одним из элементов плана. Я бы сказал так, что в ближайшие дни ожидать какого-то вот серьезного прорыва на каком-то из направлений фронта будет очень-очень преждевременно, я бы сказал так, что это отношение, ну, это имеет где-то до 20 процентов. Говорить о том, что противник удержит ситуацию и все останется как есть, это тоже порядка 10, ну, может быть, 20 процентов. Ну, а если говорить о том, о чем мы с вами говорили, то есть о расширенном сценарии, так называемой увеличенной херсонской операции, то мы говорим о тяжелых боях с последующим продвижением, соответственно, соотношение 60-70 процентов в эту пользу. Ну, то есть легкого спринта быстрого не будет, будет марафон тяжелый, утомительный, но Украина победит. Абсолютно, нужно понимать, и как я об этом говорил, противник окопался, противник зажился в землю, плотность минных полей очень серьезная, вы помните те боевые действия 47-й бригады, когда мы потеряли часть техники, недооценив глубину и плотность минных полей. Это вот та картинка, когда несколько там Брэдли и Леопард стояли, снятые со всех сторон. Да. А то, что происходит сейчас в России, успеют ли они как-то перестроиться, скажем, в ближайшие 2-3 месяца и, например, волну мобилизации включить, или они вот так и будут так же тянуть эту волынку, удерживая вот то, что у них есть, этот статус, как бы, КВО и будет сохраняться? Да, будет сохраняться этот статус КВО. Вы понимаете, в чем дело, и это, как бы, уже, ну, наверное, известно всем. Россия оказалась категорически неспособна к проведению каких-то массированных мобилизационных мероприятий. Ну, даже при первой волне мобилизации они были вынуждены оттянуть призыв, то есть не проводить одновременно, а растянуть его во времени. То есть максимум, что они могут себе позволить, это 120-150 тысяч. Плюс второе, что тоже, как бы, сбило наши графики, потому что, ну, стандартный срок подготовки резервов мобилизованных, которые имеют какой-то опыт военной службы, это примерно 45 дней. Мы видели ситуацию, когда или бросали в бой совершенно неподготовленных, так называемых, охранников окопов на Харьковском направлении, или это занимало 2-3 месяца, включая перемещение на учебные центры Беларуси, тоже, которое занимает время. Соответственно, говорить о том, что Россия в течение 2-3 месяцев сможет так колоссально, как бы, нарастить даже количество на свои войска, ну, было бы очень сложно. На сегодняшний день есть информация о том, что в учебных центрах и лагерях, да, они имеют еще порядка 100 тысяч личного состава, но проблема в том, что этот личный состав особо, не то, что никому не нужен, а некому командовать этим личным составом, то есть его просто готовят и такими порциями, дозированными, вбрасывают в боевые порядки российских войск. То есть речь идет не о осознанном процессе мобилизации, а о такой просто одиночной подготовке бойцов, которые бросают уже в сформированные подразделения. Поэтому я имею глубокие сомнения, что Россия будет способна нарастить в ближайшие 2-3 месяца какие-то действия, даже если она сегодня объявит мобилизацию. Ну, то есть получается беспрецедентная вот эта вот операция по, ну, она такая времен Второй мировой войны, когда нету авиации, поддержки в воздухе, и то, что Украина наступает один к одному и наступает на таком протяжении фронта, имея, конечно, перевес в уровне техники и в мотивации. Ну, будем надеяться, что действительно эта кампания будет успешной. Будем надеяться. Нужно понимать, что противник тоже обороняется, и знаете, интересная статистика, как бы в последнее время мы все чаще получаем информацию о том, что сбиваются вертолеты противника К-52, сами понимаете, это штучные изделия, если они уже отчаянно бросают в бой, осознавая все риски, такую технику, то это говорит о том, о чем мы с вами говорили, о том, что они вводят в бой большую часть своих наличствующих резервов. То есть терпение, выдержка, и мы молимся за наших ребят. Спасибо большое, что нашли время для нашего эфира, и находите это регулярно. Пожелаем перемоги Украины. В эфире «Лучше в радио» был Сергей Грабский, украинский военный эксперт. Дякую, пане Сергею. Спасибо вам. Победим вместе. У нас один враг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова